Последнее, что нам необходимо сегодня сделать, это пройтись по лексическому минимуму и по разминочным упражнениям к данному уроку. Итак, давайте по порядку лексический минимум. Первый глагол, аперхамай. Еще один глагол от основы эх, оно в данном случае просто с приставкой ап, с приставкой про, с приставкой эг, и вот теперь с приставкой ап мы уже целый набор глаголов с этими приставками изучили. Это глагол с несколькими корнями, у него корень помимо эх есть еще элэут, поэтому в будущем времени ап, элэут, сомай, сигма, т съела, а в аористе из этого элэут, эл, выпадает и остается корень просто элт, и поэтому ап, элтон, аористная форма. Ну, как обычно, сначала в лексическом минимуму, как заглавная, идет форма настоящего времени, а потом в перечислении форма будущего времени форма аориста. Следующий глагол ах, о май, с корнем ах, начинаю. Форма будущего времени у него ах, сомай, видите, сигма добавилась, и х, са, дали кси, ах, сомай, и форма ориста, эх, сомэн. Альфа удлинилась в это превращение, х плюс са, дали кса, и вот это, эх, сомэн. Ну, с одной стороны, эх, сомэн не очень похоже на ах, сомай, но, с другой стороны, все-таки понимая приращение, видя кса, полуразвиваясь здесь, что это са, вы вполне можете форму распознать. Про этот глагол, вот, в примечании в учебнике вам написано, что этот глагол может употребляться как отложительной в значении начинаю, так и не отложительной в значении правлю. Ну, на самом деле, немного, может быть, странновато, как сбивающий с толку утверждение. Можно по-другому переформулировать. В большинстве грамматистов формулируют это следующим образом. Глагол ахо имеет разные значения в разных залогах. В форме действительного залога этот глагол имеет значение правлю, а в форме среднего залога этот глагол имеет значение начинай. В греческом языке есть целый ряд глаголов, у которых значение зависит от залога. Почему так получилось? Почему значения столь сильно различаются в разных залогах? Это обусловлено тем, что когда-то, очень давно, значения начали расходиться. Первоначально это было какое-то одно значение, и было стандартное залоговое преобразование. Но потом из-за особенностей употребления этого глагола значения в разных залогах стали приобретать какие-то свои собственные оттенки и просто разошлись настолько, что стали просто практически разными словами. По этой причине, вот, ну, либо вот так, как учебники вы запомните, либо просто для таких глаголов стоит запоминать следующее. Глагол ахо в действительном залоге начинаю, в действительном залоге правлю, в среднем залоге начинаю. Вот так вот, прямо вместе с залогами запоминайте значения, это поможет. Глагол ахо, ну, графика, очень легко запомнить, корень пишу. В интерфекте ахо графон, в будущем времени грабсо, фэсэдали фэсэдали фси, грабсо фэпсо, в области э грабса. Дио, поэтому, союз, доксадзо, с корнем доксадз, в будущем доксадзо, вот эта дельта съедена сигмой, ну, доксадз, вот это, из-за согласно йоту, дельта взэта превратилась, доксадзо в настоящем времени, от корня доксадзо, в будущем доксадзо, и в области э доксадзо. Сигма съела дельту, и поэтому доксадзо. Дюнамис, сила или чудо, да, вот в сносочке вам говорится, что от этого слова происходит слово динамит, но это хорошо для запоминания, но плохо для толкования. То есть, встретив слово сила в Новом Завете, никаких взрывов, конечно, думать не нужно, и когда говорится, например, что в Англии это сила Божия ко спасению, то не надо думать, что его ангел как-то долбанет, нет, ну, сила, ну, не вот в таком смысле взрыва, не толкуйте древние тексты в свете современных образов. Но, тем не менее, вот подспорье в запоминании, да, бывает это полезно. Следующее слово Керуссо, ну, собственно, мы с вами немного уже обсуждали вот этот эффект, а в настоящем времени Керук в двойную С превращается исторически, из-за согласной Йоты, но в остальных временах эта гамма есть, а в будущее время этого глагола в Новом Завете не встречается, а уэст Экерукса, ГЗДАЛИКСИ. И глагол ПИНО с корнем ПИ, русское ПИ, кстати, и греческое ПИ, оно легко так вот запоминается из-за этой особенности, в настоящее время не добавлялось НЮ, поэтому имперфект ЭПИНОН, но будущее время ПИОМАЙ, тут СИГМО не осталось между двумя гласными, и АОРИСТ ЭПИОН. В данном случае это второй АОРИСТ, да, тут нет никакой СИГМО, не удивляйтесь, это второй АОРИСТ, то есть превращение, плюс основа АОРИСТа, плюс соединительное гласное с личным окончанием. Хорошо, учите слова, их совсем немного, но не оставляйте, заучивайте, причем когда учите глаголы, обязательно просматривайте глагольные формы. Также пройдитесь по предыдущим словам, хотя мы с вами вот в уроке воспользовались другой таблицей, но вот это вот прохождение по предыдущим словам, АОКОЭК, КОСА, ТЭЛО, ЭТЭЛЭСА и так далее, оно вам нужно, чтобы вы убедились, что АОРИСТ и всех изученных слов, вами слов вы знаете, ЛОР, ЭЛУСА и так далее. Для некоторых слов там есть прочих, потому что форма не встречается, либо у нее какие-то там есть особенности, которые будут обсуждаться в следующих уроках, поэтому пройдитесь обязательно по лексическому минимуму, на смысле по старым словам, и для каждого слова задайте себе вопрос. Узнаю форму? Не узнаю. Узнаю? Не узнаю. Если говорите сами себе, ой, кажется, не узнаю, потратьте время на то, чтобы найти какие-то ключи, какие-то признаки, просто звучить и эту форму все-таки узнать. Ну и теперь давайте глянем разминочные упражнения к данному уроку, как обычно, а потом вы будете практиковаться, самостоятельно выполняя задания с различными формами лориста. Итак, разминка. Альфа, полой, эпистеусан, эйсто, онамоуту. В данном случае у нас глагол э, пистеусан. Э, прекращение, пистеу, корень, сообразующее время на кончание, третье, множественное. Многие уверовали во имя его. Бета. Э, граф, сэн, хюмин, тэн, энтулен, таутэн. Э, граф, сэн. От глагола графу. Ф, с, дали, пси. Третье лицо, единственное число, поэтому здесь э, пс, сэ, да. Э, приращение, граф, основа, сэ, образующее время для третьего лица. Ну и э, бегло, нюн. Он написал вам заповедь эту. Гамма. Кай, эутуз, экалэсэн, аутуз. И тотчас, экалэсэн, калэ, э, приращение, калэ, сэ, для третьего, единственного. И тотчас он позвал их. Дельтая, э, кэруксан, кай, даймония, пола, эксэболан. Тут у нас два глагола, будьте внимательны, часто студенты, как бы, увидев два глагола, как-то их единообразно переводят, и ошибаются в таких случаях. Глагол э, кэруксан. Вот это кс, кса, я думаю, нам подсказывать, что здесь был суффикс са, и это аорис, но, превращение, э, кэрукса. И окончание ан, третье, множественное, они провозгласили, проповедовали, и так далее. и бесов многих, эксэболан. Эксэболан это имперфект. Не, аорис имперфект, смотрите, балл, корень с двумя лямбдами, корень такой же, как в настоящем времени. Поэтому эк, приставка, эк превратилась в э, превращение, балл, корень настоящего времени, и он согласно с окончанием. Они там провозгласили, как будто по поведу, провозглашаю, они провозгласили, и бесов многих изгоняли. Ну, я попытался совершенным, несовершенным видом перевести, чтобы как-то вот эту разницу подчеркнуть, но может быть и провозглашали, если контекст подразумевает, что в течение какого-то времени это длилось. Напомню, аорис обладает неопределенным видом, и характер потекания действия мы выясняем по контексту. Эпсион. Эгерен, аутен. Эгейро, альфу удлинилось, Эпсион удлинилось в эту, это сонорный глагол, видите, Эгейр, Эн, поэтому здесь нет сигмы, просто Эпсион от образующей времени окончания Эн, третья, единственная, он поднял аутен, ее, или разбудил, воскресил, ее, дзета, ходэ, эпэкринато, удэ, ходэ, помните, что, когда артикль сочетается с частицей д, но тем более стоит перед глаголом, то артикль обычно переводится лично, если менее неимон, он же. Теперь, апэкринато, глагол, в данном случае, апокрино, май, отвечаю, и апэкринато, он же ответил, удэ, ничего. Ну, по-русски не дублируется перед глаголом, он же не ответил ничего. В данном случае глагол в форме среднего залога, но апокрино, май, отвечаю, средний залог, и в ауле, если тоже средний залог, а вообще использование среднего или страдательного залога с глаголами, возначающими какой-то речевой арт, для греческого языка достаточно типично. И последнее. Элтен ун кай эрен то сомо ауту. элтен глагол с несколькими корнями, эхамай, а в оверсти элтен, он пришел, и так, он пришел, и эрен. Вот это слово может чуть-чуть трудновато узнать. Во-первых, у нас в начале э, которое может быть результатом удлинения чего-то, либо альфа, либо эпсилон, поэтому у нас варианты какие для корня, либо эр, либо а, но корень эр мы не знаем, а корень а мы знаем, если вы помните, что у глагола айро, йота добавляется только в настоящем времени, а так корень а, вот таких глаголов заучивайте корни. Итак, это от айро, форма ориста, и, ну, конечно, роп, поэтому сомонная ориста, поэтому нет никакой сигмы, ну, просто есть э, как в третьем единственном, итак, он пришел и взял то сомол, то тело его, или запал тело его. Ну, что ж, вы чувствуете, что где-то легко, а где-то не очень легко и нужна практика, ну, исполняю выполнение домашнего задания и будет той практикой, которая поможет получше освоиться с формами первого, второго ориста и всеми остальными. Делайте благословение. 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 благословение.